ребята здравствуйте тема урока развертка площадь боковой и полной поверхности призмы для того чтобы приступить к изучению новой темой мы сейчас проделаем стратегию дорога к солнцу на лучах солнца пожалуйста напишите основные понятия и термины которые касаются призмой все понятия начинают с многогранника прямая призма потом косая призма верхнее основание нижнее основание боковая грань вершины диагональ правильная призма спасибо за проделанную работу а сейчас переключаемся дискорд цель урока выводить формулы площади боковой и полной поверхности призмы применять формулы боковой и полной поверхности призмы при решении задач выполнять развертку призмы в программе georgeabra классик правильная призма называется правильной если ее основание правильные многоугольники у правильной призмы все боковые грани равные прямоугольники площади поверхности призмы площади боковой поверхности призмы называется сумма площадей всех ее боковых граней как вы видите на рисунке все боковые грани изображены серым прямоугольником. Площадью полной поверхности призмы называется сумма площадей всех ее граней. Сумма площадей всех ее граней на рисунке изображены пятью прямоугольниками и двумя правильными пятиугольниками. Как гласит теорема о площадь боковой поверхности призмы, площадь боковой поверхности прямой призмы равна произведению периметра основания на высоту призмы. Эту теорему вы можете наглядно видеть на рисунке. Для закрепления новой темы попробуем решить задачу. Диагональ квадратного торта 20 см, высота 8 см. Постройте призму, в которой можно поместить торт и найдите площадь полной поверхности призмы. Высоту, длину и ширину рассчитать так, чтобы от торта до коробки оставалось пространство в 1 см. Иными словами, мы будем строить коробку для торта. Чтобы построить коробку для этого торта, нам нужно для начала найти сторону этого квадратного торта. То есть, в сторону А. Легче всего это будет найти по теоремии Пифагора, так как квадрат, в сути, состоит в прямоугольных треугольниках. И в диагонали это будет гипотенуза. То есть, в нашем случае, по терению Пифагора С квадрат равно А квадрат плюс Б квадрат. В нашем случае, С будет равно 20 см. И так как у нас квадрат А и Б равны, мы можем просто писать С квадрат равно 2А в квадрате. То есть, в нашем случае, это будет 20 в квадрате равно 2А в квадрате. Или же 400 будет равняться 2А в квадрате. Тут мы можем сократить на 2. Получим, что А в квадрате будет равняться 200. И чтобы найти А, нужно взять корень из 200. Чтобы взять корень из 200, мы внутри корня разобьем его. Это будет 100 и 2. И в нашем случае, это будет 10 корней из 2. Или приблизительно 14 см будет каждой стороной. То есть, ответ будет А равен 14 см. И благодаря этому ответу, мы сможем далее построить коробку для того самого торта по условию задачи. Делать мы это будем в программе видео Гепра. Так как сторона арта, как мы вычислили, у нас будет равняться 14 см. А по условию задачи, коробка должна с каждой стороной наступать по водному сантиметру. То мы будем делать призму с основанием 15 см. И так как высота арта 8, высота будет составлять 8 см. Кулат, высота сколько ты сказал? Для начала построим на двухмерной... А, ом? Высота сколько ты сказал? 9 см. А, хорошо, правильно. Так как по сути основание призмы это квадрат, его лишь все будет построить на двухмерной плоскости. Для начала мы строим приборную, с которой в дальнейшем создаем квадрат. Это и будет наше основание призмы. Далее нам нужно этот квадрат превратить в призму. А в этом помогут инструменты геогебры. И опять повторюсь, так как высота арта по условию задачи 8 см, а нам нужно, чтобы остров на коробке был 1 см, а высота будет соответственно 9 см. То есть мы получаем вот такую вот призму. Будет очень удобно, если из нее мы сделаем развертку, так как это сильно поможет нам в вычислении площади. Получается вот такая вот развертка. Ее видно как на двухмерной плоскости, так и на трехмерном пространстве. Также для того, чтобы было понятнее, как она будет работать, есть вот параметр А, который вы можете крутить и посмотреть, как будет складываться эта коробка. Так, ну и тут мы видим, что у нас есть два одинаковых квадрата, основание призмы и четыре боковых грани. Для удобства боковой грани предлагаю закрасить в другой свет, чтобы их было видно. И по условию задачи нам нужно найти площадь поверхности призмы или же площадь вот этой развертки. По сути, это будет одно и то же. Для этого я скопирую вот эту вот картинку и продолжу решать, как по идее. Нам дано, что сторона А у нас равняется 16 сантиметрам, сторона В равняется также 16 сантиметрам. Влад, на картинке можешь пометку сделать? И высота С. А, В, С. Где мы? Допустим, все будет войной площадь, так как у нас два квадрата. То есть два площадь квадрата сплюсовать с четырьмя боковыми грани. То есть в нашем случае это будет два А в квадрат плюс четыре БФЦ. Это будет два умножить на 16 в квадрате плюс четыре умножить на 16 и умноженное на 9. В квадрате это 256, 256 умножить на 2, это будет 512 плюс четыре на 16, это будет 64, 64 умножить на 9, это получается 6, пишем у нас 3 в уме, 54, 576. И складываем, получаем, так, 8, 8, 1088 сантиметров в квадрате. Наш ответ, что площадь этой развертки или же площадь поверхности призма будет равняться 1088 сантиметрам в квадрате. Хорошо. Домашнее задание построено соответственно уровнем таксономии Блума. Уровень знает. Все ребра правильной шестиугольной призмы равны 6 сантиметрам. Найдите диагональ призмы. Данная задача даст вам заработать возможность от 1 до 8 баллов. Уровень понимает и применяет. Мы решили охватить одним заданием. Основанием прямой призмы является треугольник со сторонами 9, 10 и 17 сантиметров. Найдите боковое ребро призмы, если площадь ее полной поверхности равна 360 квадратным сантиметрам. Решив данную задачу, вы сможете набрать 12 баллов. На уровень анализа решаем следующую задачу. Диаметр торта 18 сантиметров, высота 6. Постройте призму, в которую можно поместить торт и найдите площадь полной поверхности призмы. Высоту, длину и ширину рассчитать так, чтобы от торта до коробки оставалось пространство в 1 сантиметр. При закреплении новой темы мы решали подобную задачу, но в том случае у нас был торт квадратный. В этом случае у вас торт круглый. Решив данную задачу, вы сможете заработать от 13 до 18 баллов. Уровень синтез. Найдите площадь поверхности многогранника, из которого вырезана зеленая часть. Решив данную задачу, вы сможете заработать от 19 до 22 баллов. Уровень оценка. Здесь вы должны проявить свое творчество и вспомнить, что ваша будущая специальность – дизайнер. Какую идею вы бы добавили для того, чтобы коробка для торта из задач уровня анализ была готова для транспортировки торта, выдержала бы вес торта и соответствовала бы требованиям упаковки пищевых изделий. Выполнив данный уровень, вы заработаете от 23 до 25 баллов. Затем заработанные баллы по приведенной ниже шкале переведете в 5-бальную систему оценки и тем самым узнаете свою заработанную оценку. Ребята, теперь вам предлагаю пройти рефлексию. Для рефлексии я вам составила гугл-формы. Вы должны будете написать «Я узнал», «Узнала», «Я хочу узнать» и навыки и знания, полученные на уроке, буду применять и написать, где вы их будете применять. И высылаю вам сейчас ссылку. Вы должны будете его моментально заполнить и выслать мне. Делая анализ полученных ответов, я вижу, что многие узнали, как пользоваться программой GeoGebra Classic. Что такое призма, различия и характеристики? Что хотим знать? Хочу узнать много про призму. Каким способом лучше находить площадь полной поверхности? И в научных целях использовать полученные знания, использовать в графическом дизайне и 3D, навыки, полученные на уроке, использовать в разных сферах. Ребята, наш урок на этом подходит к концу. Спасибо всем за участие. Желаю удачно справиться с домашней работой. Всем удачи. До свидания. Редактор субтитров Продолжение следует...